так всем привет дорогие друзья с вами тайгер скиф и у нас амнезийка призрак прошлого продолжаем да 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 продолжить тут вроде надолго и загрузочком блин знак какой-то интересный плачащее солнце перевернутое вниз так и чё тут у нас снова книжки дам ой что разбилось то я что-то разбил тут пусто так короче вот у нас есть такая штучка которая очень очень пригодится нам я не понял какое стекло разбилась тут вот это вот книжка подсвечивается это она зачем так делает темно без фонарика не обойтись так я ключ ищу насколько помню мне нужен ключ ключ мне нужен для того чтобы пройти дальше пас по сюжетику а тут вот дверь еще стоит да есть дверь так хорошо мы сейчас еще проверим не валяется ли тут что-то типа вот записочка даже есть так аль штат и замок бранденбург 1081 год еще один край с богатым фольклором аль штат затерянный в глубине лесов восточной пруссии в течение многих веков здесь ходили истории об этой девушке ее соседи замке бренденбург тихие поросшие лесами украшенные озерами горы выглядят красиво как на картинке однако весь однако здесь обитают темные силы спросите любого местного жителя и он заверит вас что народные суеверия здесь связаны с событиями имевшими место в деятельности каждый путешественник должен принять а в действительности каждый путешественник должен принять участие в подобных беседах ведь они невероятно увлекательны у каждого местного жителя своя версия событий однако некоторые темы кочуют из одной истории в другую это еще кофе просто не попил плохо читаю собиратели эта история уходит корнями в эпоху тридцатилетней войны говорят что солдаты за бывшие о долге заблудились в холодном и темном лесу и были обречены вечно бродить по нему их грешные души изуродовали тела солдат и лишили их сущности по словам тех кто их видел эти солдаты жуткие призраки они бесшумно ходят по лесу стараясь держаться подальше от чужих глаз их называют собирателями поскольку они похоже стремятся похищать живых существ присутствие этих призраков можно обнаружить пост с тоном жертв которых они носят в мокрых холщевых мешках какие страшные цели преследуют эти собиратели капец отмененный визит так в начале 16 века альштадт посетил известный эрудит генрих корнелий агриппа две недели он прожил на местном постоянном дворе занимаясь поисками сведений по древних королевствах на него обратили внимание все местные влиятельные лица его имя упоминается во многих хрониках того времени однажды он отправился изучать некую пещеру не дали не далеко не далеко от полян на северо-западе и в деревне больше не появлялся известно что генрих скончался здесь лет спустя 10 лет спустя в грен гренобле он отрицал тот факт что когда-либо бывал в штате поневоле задумываешься что же произошло на самом деле кто-то таинственный человек посетившись сонную деревушку в лесу и что с ним стало так бессмертный барон барон бренденбург жил уединение в своем замке по соседству с альштатами как и многие другие аристократы вместе с титулом унаследовал фамильные легенды а его замке известно лишь то что он сгорел в конце шестнадцатого века и был восстановлен неким александром дворянином из рейнской области который называл себя защитником прусского государства александр обеспечил процветание этого края и пользовался любовью народа в течение своей жизни его родня всегда скрывала подробности своей семейной истории поэтому даты рождения и смерти александра его потомков никогда не были записаны это стало почвы для слухов о том что барон на самом деле тот же самый человек который пришел с запада более 300 лет назад пережил оккупации вместе с другими великими людьми этой страны впустил в орден черных черного орла но такое себе где правда где неправда так чувство пусто да вроде тут уже все надо под заправить бульк бульк так хорошо идем дальше что это за дверь уже ну вроде больше нету к чему прицепиться дверь не открывается она заперта ну такое а что же делать подожди как так заперта я так и не нашел ни одного ключа тут что-то не так это ж вроде уже была конечная он хоть не за книжками где-то спрятан это книжки которые вынимаются остальные это что такое это что за звук такой чё она дальше не тянется какие-то интересные книжки и что еще есть такие какой-то шифр код чё одни книжки берутся другие не берутся вот еще чё это задружание такое так их вроде три только да и что чё вы назад уходите дверь заперта только не говорите что их на скорость надо по вытаскивать то они реально уходят назад что за вибрация тут у дуду дуду вот такой это что тут книжная полка отъехала так что то я розетта розетта растратился огневыми и что у нас тут есть ничего не то что на картине нарисовано на картине нарисовано написано понятия не имею так но есть какой-то ключ одной из дверей тыц подобран ключ от винного погреба с фигами тут это такое происходит я не делюсь и сейчас вот так это открылось так о зак крытом винном погреб позд поздреве погребе ладно о закрытом винном погребе вильгельм и его идиоты ставят под удар мои эксперименты небрежно обращаясь человеческими оболочками шериф внимательно следит за тем что происходит в лесу и убивает моих верных слуг рано или поздно след приведет их в броненбург нужно посадить под замок вильгельма и его людей только так я смогу помешать следствию поэтому пока все на все не уляжется винный погреб будет под замком либо люди короля уйдут либо они погибнут с голода да пусть хоть сгниют мне все равно возможно стоит написать им их вином это в каком-то смысле решит обе мои проблемы он написать напоить возможно следует их напоить вином ну напои так короче есть ключ от винного погреба но я бы хотел в эту дверь тоже пройти если честно а ты сама открылась а эта дверь открылась куда ты открылась раз я тут зажигал свечи значит я тут уже был я понял в принципе куда она открылась чтобы я побыстрее смог отсюда уйти вот сюда не поддается не поддается потому что там с другой стороны нет так короче надо отсюда уходить ты чего страшно что ли да перестань так а кто вот эти позажигал я их не трогал вроде так подождите что значит не поддается кабинет нет это не та дверь которая должна поддаваться так отсюда я вышел значит мне туда если конечно пока мне тут не было ничего нового не произошло а то еще те чё ты воешь устраивать мне тут страшилки всяко разные и без вас страшно приемная совсем обессилен упал с верблюда на мягкий песок ветерок ласкал его лицо пересохшие покрытые коркой губы не надо бояться архивы чего тут а это хрень уже сюда заросла а я хотел было в сторону полезть да посмотреть что там так я помню надо в винном погребе что-то достать чтобы сделать что сделать правильно чтобы сделать что-то какую-то фигню химическую для растворения от этой мне поддается от этой жиже растущей страшно однако так это у нас тут вот это винный погреб я уже не помню перегонный завод а чтобы вот тут пройти так тогда винный погреб где-то вот тут направо по моему или налево не надо бояться лаборатория винный погреб примите примите примените ключ к двери чтобы открыть его ее а как применить его как ее применить применил дело сделано сказали люди гробница откопали тин хинан ждет так какой-то пошел бешеный раз этот расход осторожно ставьте на теле медленно теряйте рассудок тихо 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 все нормально ну говорю бешеный расход масла какой-то пошел и че тут у вас в винном погребе вы 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 а куда подевался барон да плевать он оставил нам столько вина хватит на скачание дней боюсь что так ваши дни очень скоро скончатся или закончатся даже карта какая-то есть так одна дверь это прям какой-то несколько погреб сколько так масла бочка хватит меньше чем наполовину лампы бочки нет масла теперь в лампе есть немного масла меньше чем наполовину там совсем почти нету так дайте какую-то свечку зажечь а то реально такой расход пошел кто там ходит блин ну че ее понести теперь нельзя по доброму коламин прям на бошку ну что ты будешь делать вставай давай все равно хочешь не хочешь придется с лампой ходить меня не покидает ощущение что тут кто-то ходит я думаю не только меня это че мне типа завалило тут да что такое как жить так чтобы толкать удерживайте левую кнопку мыши и под движением левую нажмите левую кнопку мыши для сильного толчка в направлении куда вы повернули так чтобы толкать удержите левую кнопку мыши при движении левым джойстиком нажмите правую кнопку мыши для сильного толчка в направлении куда вы понял еще и откапываться мне придется да я уже до конца пройду еще огнево еще огнево что тут все уже так тяжеленные какие так ну что как нам это разобрать вот это надо держа объект в руках нажмите правую кнопку мыши чтобы подтолкнуть его и 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 оттолкать я пока не сильно понимаю куда его надо вытолкнуть а он тянуть может или только толкать щас как придавит меня а дверь так не блин ну такое себе говорит толкайте ну толкаем в какую сторону толкать химическая колба для различных смесей банка с коламином кстати заканчивается маселка вот же блин застрял все так просто оказалось давай убирай этот камень оба тени молодчик просто профессионал вот мы разобрали завал так тихо чтобы двери подошел да перестаньте вы дайте мне этого маселка для моей свечечки какие-то куски плоти небось кто-то ходит то ли по мне то ли не по мне я так понимаю там пусто ничего не выпадает что происходит оооо в гонеке поедает органику за что же сделаю Какие-то дивные вещи происходят. Додайте мне уже масло. Огневая эта вещь конечно хорошая. Мне кажется это труп. Так это что у нас тут? Ещё одна картина забрызгана. Блин всё в крови. Стремно. Ладно. Хватит надо мной ходить. Подобрана царская водка. Это тоже ингредиент. Так. Последние слова Вильгельма. Я Вильгельм из рода Гирихова. Это мои последние слова. Моя исповедь и завещание. Два года назад меня вызвали в замок Баренненбург. Я как и почти все остальные аристократы не мог понять что понадобилось отменяться рыцарю ордена и поэтому принял приглашение. Барон был настроен дружелюбно и изложил мне свою просьбу. Мне стало ясно что он предлагает жуткий контракт и что я был выбран из-за своих прошлых прегрешений а не потому что отличился на военной службе. По малейшему капризу барона я не задавая никаких вопросов должен был похищать здоровых людей. В замену он обещал отрекомендовать меня при дворе и тем самым поспособствовать моей карьере. Я был бы рад сказать что я колебался. Однако на самом деле решение я принял быстро. С того самого дня я приводил в Бароненбург мужчин, женщин и детей. Их число я не помню но их было много. Быть может даже сотня. Никто из них с тех пор не видел. А никого из них с тех пор не видел. Сегодня вечером барон пригласил меня и моих людей в винный погреш чтобы праздновать наши успехи. Пока мы спускались по лестнице я заподозрил неладное. Однако барон настоял на том что все мы должны выпить. У вина был прекрасный вкус и мои люди пили вдоволь. Так началось наказание за наши грехи. Барон запер нас и ушел наверх. Простите меня за то что я сделал. Я был слаб и поддался на его дьявольские хитрости. Мои люди кричат. Их кости раздирают им кожу. Я чувствую как бунтуют мои внутренности. Из глаз потекла кровь и я больше не могу. Ну все Вильгельм. Не можешь больше значит не можешь. Что тут пустенько? Ой разбил бутылку. Что такое крышечка? Ага я понял. Так ладно друзья. На этом мы сегодняшнюю серию заканчиваем. Всем спасибо что смотрели. Ставьте лайки. Ставьте комментарии. Подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока пока.